В выходные жители Подольска отмечали сразу несколько праздников, долгожданный юбилей города и открытие социальных объектов. На новоселье побывала Екатерина Гладышева. Для жителей Подольска в юбилее родного города исполнилась заветная мечта. В этот день многие нуждающиеся получили сертификаты на долгожданные квартиры. Многодетные семьи и заслуженные работники в эти выходные въехали в новое жилье. В том заслуга администрации Подольска и правительства Московской области. Московская область, как и город Подольска, делает очень много для того, чтобы обеспечить наше население всеми необходимыми льготами, всеми необходимыми объектами, для того, чтобы люди нормально себя чувствовали и нормально обживали. Не высказать словами. Дети даже не знали, для них это был сертифик. А на проспекте Ленина в районе Красной Горки открылись сразу четыре социальных объекта. На месте высотки, кажется, совсем недавно стояли старые бараки, которые пытались снести еще с 70-х годов. И вот к 230-летию Подольска администрация города предоставила жителям новые квартиры. Сюда же переехали некоторые социально значимые объекты. По программе переселения из верхнего жилого фонда это случилось. Активно здесь работает компания «Глав Градострой», которую возглавляет Вишнева Виктор Васильевич. Вот в этом доме, выходящий с вами окнами, своим фасадом на главную городскую магистраль, сегодня мы с удовольствием приветствуем тех, кому предстоит облибовать этот первый этаж этого дома. Позвольте мне всех вас, дорогие мои друзья, поздравить с праздником, с днем города Подольска, пожелать вам доброго здоровья, счастья, добра и любви на долгие-долгие годы. С праздником! В новой высотке, которую называют Домом ученых, открыт участок мировых судей, отдел учета и распределения жилья, центр социальной помощи семьям и детям. Также помещение получила и Подольская общественная организация «Дом ученых». То, что мы, ученые и продовольственники города Подольска, получили такой прекрасный подарок, получили Дом ученых, это большой вклад в дальнейшем развитии города Подольска. Я уверен, что и ученые и продовольственники отработают это полным образом. Город растет и развивается, а вместе с этим улучшаются условия жизни горожан. Не только в сам праздник, но и в юбилейный год Подольск ждет череда новых открытий и перемен. В микрорайоне Подольские просторы за последний год открывают уже третий детский сад. Проверить готовность нового помещения дошкольного образовательного учреждения номер 24 приехал глава города Николай Пестов и председатель Подольского городского совета депутатов Дмитрий Машков. Сегодня дошкольные образовательные учреждения строятся и в соседнем микрорайоне Кузнечики. По тому же хорошему проекту, интересному, который был разработан для этого района, в настоящее время осуществляется строительство детского сада в районе Силикатное 2. Мы обязательно до конца года достроим и введем в эксплуатацию. И в конце концов, не обязательно именно в этот день все открыть. Мы говорим, что год юбилейный, значит объектов должно быть в течение года достаточное количество. Для маленьких жителей Подольска юбилей города теперь запомнится днем рождения их детского сада. Совсем скоро новое поколение горожан будет заниматься и развиваться в стенах этого дошкольного учреждения. Открытие детского сада – лучший подарок для взрослых и детей в юбилей города. Мы верны традициям. Из года в год наш город получает подарки в виде разных социальных объектов, либо каких-либо других объектов, либо храмов. Как уже все могут заметить, уже более 10 лет это продолжается из года в год. Детский сад «Русалочка» примет на попечение 125 малышей от полутора до семи лет. Уже 17 октября юных горожан будет ждать на пороге дошкольного учреждения теплый и дружелюбный педагогический коллектив. Здесь есть все для того, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Группы, залы и вспомогательные помещения – все оснащено в соответствии с современными технологиями. У нас есть бассейн, есть музыкальный зал, у нас есть физиокабинет. У каждого специалиста отдельный кабинет. У нас есть даже компьютерный класс, чем не может похвастаться, я думаю, ни один детский сад нашего города. Мы очень рады открытию сада, мы очень рады, что мы сюда попали. И надеемся, что наши дети будут ходить с удовольствием, будут любить воспитателей, как вторых мам. Родители и дети познакомились с педагогическим коллективом детского сада и остались довольны. В этих начинаниях они будут идти рука об руку. Впереди у взрослых и юных горожан свои заботы, новые открытия, стремления и познания. В педагоге сделать все, чтобы дети прошли достойную подготовку к школе. А родители, в свою очередь, помогут в этом нелегком деле. Екатерина Гладышева, Максим Бычков, телекомпания «Кварц». К празднованию 230-летия Подольска готовились тщательно. К знаменательной дате город сильно преобразился. Большая реконструкция прошла на площади у памятника подольским курсантам, благоустроена прилегающая к нему территория. Новая плитка, наружное освещение и скамейки появились и на улице машиностроителей. Теперь у жителей южного поселка появилось новое благоустроенное место для отдыха. Дорогие подольщане, уважаемые гости нашего города, разрешите мне поздравить от имени главы города Подольска Николая Григорьевича Пестова, от администрации города, от себя лично, вас, наш город, с большим красивым юбилеем. Сегодня мы видим, что благодаря, прежде всего, вашим усилиям, наш город остается и будет вечно молодым. Вот смотришь на эти счастливые детские лица и по-другому думать нельзя. Сегодня город Подольск – это город для жизни. Сегодня город Подольск – динамично развивающийся крупный промышленный центр. Новый сквер появился около городского ЗАГСа и сразу все вокруг преобразилось. Это место уже успело полюбиться подольчанам, а в праздничные дни здесь было особенно многолюдно. Для подольчан прошло торжественное открытие сквера и праздничный концерт. Тех же, кто решил связать себя узами брака в день города, поздравили подольские депутаты. Свой новый дом в день города обрел и Подольский кривический музей. На Советской площади открылась экспозиция истории Подольска и развития его промышленности. Рядом с музеем открылся необычный памятник – швейной машинки. На первой экскурсии в новом здании музея побывала наша съемочная группа. Несмотря на дождь, воскресное утро на Советской площади собралось немало горожан. Ведь в этот день здесь открылось сразу два замечательных объекта. Новое здание кривического музея Подольский меридиан и памятник швейной машинки «Зингер», давно ставший символом нашего города и его истории. Если, подумали мы, в Луховицах есть памятник огурцу, ну, в району сельскохозяйственной, то чему-то все-таки, одному, основному, должен быть памятник и в городе Подольске. Вот мы приняли решение, советовали, что все-таки, наверное, швейная машинка – это основа промышленного производства города, завод компании «Зингер». Это крупнейшее предприятие времен 20 века, времен Советского Союза в городе Подольске. И часть экспозиции музея завода имени Калинина представлена здесь, в этом здании. И покрывает швейную машину, если вы рассмотрите полотно, где выткана история города Подольска. Новая экспозиция Подольского кривического музея расположилась в историческом центре города, в двухсотлетнем здании, где в 20 веке располагался главный дом присутственных мест. Своего здания до настоящего времени кривический музей такого крупного исторического города, как Подольск, не имел. В этом году 40 лет исполняется с момента создания в Подольске экспозиции кривического музея, которая первоначально размещалась рядом с Троицким собором. Как вы знаете, многое, что разместилось в левом флигеле музея-усадьба Ивановская, но все-таки все это было не наше, не городское. На торжественном открытии музея были награждены почетными грамотами и подарками все, кто внес неоценимый вклад в реконструкцию здания и подготовку экспозиции, от руководителей проекта до плотников и столеров. Над выставкой работали выдающиеся мастера музейной архитектуры, которые создавали музеи в Ясной Поляне, в Бородино, в Кремле и за рубежом. Музей получился современным и необычным. Он разделен на две части условной линии Подольского меридиана, 55 градусов северной широты, 55 градусов восточной долготы. Особую атмосферу создают фрагменты старинной кирпичной кладки и потолка, сохраненные при ремонте. Особые подвесные системы расширили пространство и сделали его воздушным и светлым. Основной концепцией этого проекта было сохранение мемориальности этого дома, максимально его освободить от разного рода традиционных приемов музейной экспозиции, таких как витрины мебельного характера, которые становятся сами объектами, у которых нет решения верхней части, поскольку они не могут быть 4-метровой высоты, как это помещение, поэтому появилось решение создать из самих стен витрины. Одновременно с новой экспозицией продолжит свое существование и старое, которое раньше располагалось в усадьбе Ивановской. В усадьбе Ивановской там акцент сделан на древний период, а данная экспозиция посвящена только истории города Подольска, охватывает только 230 лет. Музей создали практически с нуля, в сжатые сроки. За полгода реконструировали здание, за месяц подготовили экспозицию. Особую значимость проведенной работы отметил председатель Совета депутатов Дмитрий Машков. Ну а история, как мы знаем, это корни, корни древа нашего жизни, нашей жизни. И сегодня эти корни получили так называемое удобрение, чтобы город дальше расцветал, и если мы будем забывать или искажать определенные моменты, которые были в прошлом, то и образно сказать, это древо будет больно. Музей уже открыл свои двери для всех желающих познакомиться ближе с историей Подольска. Он работает с 9 утра до 6 вечера, каждый день, кроме понедельника. В первый же день работы на экскурсию в новый музей пришло большое количество горожан. Чтобы познавать, как жили наши предки, как основывались города Подол, как стал Подольском. Очень интересно, что не просто решение всего интерьера обычное, да, общепринято, а тут есть какая-то некая концепция, вот это вот деление на две зоны, мне кажется, очень интересно. Масштаб поражает. Чувствуется, все сделано с душой, большие вложения. Ну, для нашего города, я думаю, это будет интересное место, познавательное, особенно для молодого поколения. Краеведческий музей планирует и дальнейшее расширение. В течение нескольких лет начнется реконструкция соседнего исторического здания. Фотографии, документы, предметы, быты доступны всем посетителям музея, в котором что-то новое о городе могут узнать как коренные жители, так и те, кто здесь впервые. Александр Рябовый, Сергей Потапов, телекомпания «Кварц». В честь юбилея излюбленное место отдыха подольчан площадь у Дворца культуры «Октябрь» получила новое имя. Подробности в сюжете и Александры Рябовой. Площадь с фонтаном у Дворца культуры «Октябрь» всегда была безымянной. И вот, наконец, к 230-летию города это место стало называться Площадью Еремеева. Алексей Семенович Еремеев, почетный гражданин города, ветеран труда, по инициативе которого в Подольске появился Дворец культуры «Октябрь». К сегодняшнему дню ставший символом культурной жизни города. В историю города Подольска навсегда вписаны имена руководителей крупных промышленных предприятий, которые созидали город в 20 веке, благодаря которым город Подольск изменился неузнаваемо. Благодаря которым и сегодня промышленное производство является основой экономики города Подольска. И сегодня, в юбилейный день города, мы откроем мемориальную доску, которая будет еще многим поколениям подольщан говорить о том человеке, который вложил много сил, стараний, здоровья в наш город и чьим именем названа эта площадь. На площади Еремеева собрались ветераны, работники завода, жители города, чтобы почтить память замечательного руководителя, который для многих собравшихся был наставником, другом, коллегой. Это был человек с большой бомбой. Он что обещал, он все сделал. Он выстроил этот дворец, он выстроил дома, он Кутузова все отстроил, он делал очень много для города и для рабочих заводов. Этот человек, я не знаю, сравнить даже не с кем в городе Подольске. Алексей Еремеев приехал в Подольск сразу после Великой Отечественной войны. В 66-м он стал директором электромеханического завода и вывел его из глубокого кризиса. В 67-м он сложил первый камень будущего Дворца культуры «Октябрь». Алексей Семенович умер в 2003 году в возрасте 80 лет, но его память увековречена в зданиях, которые он построил, и в сердцах людей, которым он помог. После открытия мемориальной таблички в Дворце культуры «Октябрь» прошел праздничный концерт для ветеранов войны и труда, подольчан внесших огромный вклад в развитие города и изложивших основу для его будущего. В юбилей Подольска ветеранов поздравил глава города Николай Пестов и председатель Совета депутатов Дмитрий Машков. Позвольте мне сегодня искренне поблагодарить всех вас, кто в разные годы внес свою достойную лепту, чтобы сделать город Подольск таким, каким он является сегодня. Я думаю, этот город будет развиваться, у него великое будущее, потому что у нас очень мудрые, очень талантливые учителя. Концерт открылся кантатой Александры Пахмутовой «Подольские курсанты». Сопровождение кадров из легендарных фильмов о войне. Со сцены звучали всеми любимые патриотические и военные песни. Кроме лучших творческих коллективов города, в концерте приняла участие большая звезда театра и кинематографа, народная артистка России Зинаида Кириенко, игравшая главной роли в фильмах «Тихий дон», «Казаки», «Любовь земная», «Судьба человека». Память общая и песня общая у моей земли меня. Александра Рябова, Максим Бычков, телекомпания «Квард». Еще один социальный объект, торжественно открытый в день 230-летия города, библиотека на улице Колхозной в доме номер 18. Учебно-образовательный центр, которого так не хватало в районе Красная Горка, наконец открыл свои двери для детей и их родителей. Первые посетители и гости мероприятия осмотрели новую библиотеку и дали ей положительную оценку. Еще одним литературным событием, посвященным Дню города, стало уже традиционное открытие библиогородка. Вместе с читателями, поэтами и библиотекарями в Екатерининском сквере побывала наша съемочная группа. Библиогород – традиционное мероприятие в дни празднования Дня рождения Подольска. Каждый год в Екатерининском сквере собирается весь литературный свет. В торжественной обстановке глава города Николай Пестов, а также сотрудники администрации, возложили цветы к памятнику Екатерины II. Какой же это библиогород, если не звучат стихи? Я в корифе и не гожусь, и не стремлюсь в чужую нишу, но как соавтор искренне горжусь, когда родную песню слышу, но не пытаюсь мир дополнить тем, что душой я сознал, но дни и тоже буду помнить, что я Подольску никогда не изменял. Здесь читают с удовольствием и упоением произведения о природе, любви и родине. Особенно приятно, когда подольчане декламировали именно свои собственные стихи. Вячеслав Павлович Алимов поэт не по специальности, а по призванию души. Именно его строки звучат в гимне города Подольска. И одно из самых любимых литературных мероприятий – это именно библиогород. Здесь какая-то аура. Здесь люди, которые уважают литературу, которые сами пишут. То есть родственные души. И поэтому этот уголок меня тянет. Литературной атмосферой в праздничный день пленилось очень много горожан. Это и понятно. Все библиотеки нашего города подготовили обширную программу с конкурсами, викторинами и, конечно, призами. Каждый желающий в библиогородке может получить приз. Каждая библиотека проводит свои особенные викторины. Например, здесь нужно ответить на вопрос по истории о Подольске. Например, как называется традиционный фестиваль искусств, проходящий ежегодно в октябре-ноябре в нашем городе. Агафонниковские вечера. Я получаю приз. Чтобы привлечь в читальные залы как можно больше людей, библиотекари старались показать свое заведение с самой лучшей и интересной стороны. Помимо конкурсов они организовывали специализированные экспозиции, увлекая самую разную публику. Для маленьких подольчан организовали увлекательную игру по страницам сказок. Кто жил на улице в бассейне? В бассейне. Жил человек, он был рассеянный. Это правильно, молодец. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше детишек приходило к нам в библиотеку, и чтобы, конечно, родители больше внимания уделяли тому, чтобы дети читали книжки. Юлия Тюменцева, Максим Бычков, телекомпания «Кварц». Большой спортивный праздник состоялся на стадионе «Труд» в конно-спортивном клубе «Фаворит» и других спортивных учреждениях города. С подробностями наши корреспонденты. Самый массовый и популярный вид конного спорта – конкур. Всадник с лошадью должен пройти маршрут, преодолевая установленные на нем препятствия. Соревнования по конкуру на кубок главы Подольска проходят в конно-спортивном центре «Фаворит» уже 16 лет. В этом году он приурочен ко дню города. Военно-духовой оркестр создавал зрителям и участникам торжественное настроение. Для самых маленьких любителей лошадей аниматоры устроили детский праздник. Даже природа залюбовалась зрелищем, создав идеальные погодные условия. Перед началом соревнований жителей города, участников и гостей турнира поприветствовал Сергей Горелов, заместитель главы города Подольска. Город Подольск славится на всю Московскую область, на всю Российскую Федерацию и уверен, что люди, которые в нем живут, будут делать все для того, чтобы город свел, развивался и чтобы город знали. С праздником вас! Соревнования получились напряженными и захватывающими. Ведь в открытом турнире смогли принять участие все желающие, создав высокую конкуренцию и уменьшив шансы фаворитов. В основном это опытные всадники, это сборники России с разных регионов страны, ближайших регионов. Это здесь участвуют сегодня с Рязани, с Тулы, с Нижнего Новгорода, с Твери, ну то есть Московской области, безусловно с Москвы, Подольский район. Для жакея лошадь это особое животное. Чтобы победить в соревнованиях, нужно не только знать свое дело, но и уметь общаться со своим скакуном на его языке. Анна Заолок любит животных с раннего детства. С конем-родником она занимается в клубе «Фаворит» уже 7 лет. И за эти годы они стали многократными победителями различных соревнований по конкуру. Лошадь – это мой друг. Могу даже больше сказать, это как ребенок в семье нашей. В спорте это очень важный партнер и хороший опытный конкурный боец. Турнир проходил в трех категориях, разделенных по высоте барьеров – 110, 120 и 130 сантиметров. Представители подольского клуба «Фаворит» не подвели и сделали подарок городу, оставив кубок в Подольске. Говорят, что лошади – это поэзия в движении, а всадники – сродни поэтам. В день города каждый подольчанин смог прикоснуться к величественному и грациозному искусству конкура. Александра Рябова, Антон Дегтярев, телекомпания «Кварц». Массовые праздничные гуляния прошли во многих микрорайонах города. А в парке Талалихина прошли веселые конкурсы, состязания, выступления творческих коллективов. Все желающие могли отведать шашлыка и солдатской каши. Вечером подольчан собрал концерт над реставрированной сценой Зеленого театра. А у Дворца культуры состоялась дискотека с участием артистов эстрады. Подробности в нашем следующем сюжете. Два дня во всех уголках Подольска проходили массовые гуляния, участниками которых стали тысячи горожан. В сквере двухсотлетия Подольска были установлены необычные аттракционы для детей. Взрослых развлекал театр пародии «Бродячие музыканты», «Дома культуры Металлург». Больше всего понравились аттракционы, каша, все-все-все. У Дворца молодежи отдыхающих ждали увлекательные развлечения. Все желающие могли пострелять в тире, покататься в карете, запряженной очаровательными пони. Перевоплотиться мог каждый желающий, в доверии в свое лицо мастерам боди-арта. Добрые слова о городе звучали в этот день со всех концов Подольска. Он красивый, тут постоянно весело, праздники всякие. Мне нравится, как здесь делают, для детей очень много всего делают. Очень много площадок, и занимаются, и всяких кружков. И мне кажется, это считается особенностью, потому что не везде, не везде. Самые масштабные гуляния по традиции прошли в парке имени Виктора Тололихина. Сюда приходили целыми семьями, и несмотря на пасмурную погоду, горожане были в прекрасном настроении. Разноцветные шары, аттракционы, пляски и многое другое погрузили гостей в веселую атмосферу юбилея нашего города. А в самом центре гуляния раскинулась скатерть-самобранка – традиционный кулинарный конкурс. Подольские хозяюшки показали мастер-класс по умению вкусно и красиво накрыть на стол. Организаторы праздника постарались на славу. Игры, викторины и многочисленные сюрпризы никого не оставили равнодушными. Традиционный английский лук. С древности его использовали для охоты на животных. Сегодня используют для охоты на хорошее настроение. На танцплощадке парка в этот день был настоящий аншлаг. Потрясающее шоу для всех подольчан устроили творческие коллективы нашего города и приглашенные артисты из Москвы. Самым запоминающимся номером стал выход на сцену знаменитого циркового артиста Михаила. Завидев нашу съемочную группу, подольчане не упустили возможность поздравить город с 230-летием. Желаю своему любимому городу процветания, всего самого хорошего, чтобы люди в нем всегда были счастливы. Поздравляю вас с днем города Подольска. Самого красивого города в Подмосковье. Ура! Замечательный город, отличный праздник. Желаю всем удачи, успеха, главное здоровья! И побольше улыбок! Еще один кулинарный конкурс, разлетающийся по парку ароматами, привлек много зрителей. В полдень в парке стартовал третий городской конкурс шашлыка. Повара ресторанов и кафе Подольска соревновались в приготовлении трех блюд. Банкетное, фруктовое и, конечно, шашлык. Получились настоящие шедевры кулинарного искусства. Все предприятия, которые участвовали в этом конкурсе, большое спасибо! Мы были очень удивлены. Было здорово, вкусно и очень красиво. Участники постарались на славу. Ресторан «Рио Гранд» стал победителем аж в трех номинациях. Два первых и одно второе место. Шеф-повар поделился с нами секретом успеха. Мой секрет – это то, что я вкладываю душу туда, то, что я готовлю от души и готовлю для людей, которые их кушают. Вечером на сцене Зеленого театра состоялся концерт с участием творческих коллективов Подольска. Эта легендарная сцена была открыта после масштабной реконструкции, специально ко дню города. Площадка вмещает более трех тысяч человек. Первый концерт на новой сцене открыли подольские артисты. С днем рождения! Любит огромного окружения! Чумового настроения! И самых преданных друзей! Зрители вместе с выступающими пели и танцевали. Праздник соединил взрослых и детей. Все одинаково желают городу много доброго и хорошего. Молодое поколение выступило со своими предложениями для благоустройства города. Ну, чтобы кризис не обладал нашим городом, и было больше обновлений всяких, не было преступности. И больше там добрых людей было, меньше мусорили. Чтобы было чисто на улицах, чтобы было больше садиков, школ. Все в городе нравится, но еще хотела бы, чтобы было как-то еще веселее, там больше интернационов. Еще, чтобы всегда он развивался и стал самым большим в России. Помимо начинающих певцов выступили опытные, давно полюбившиеся подольскому зрителю артисты. Группа «Электрик Спейс» зарядила гостей праздника отличным настроением. А вечером праздничные гуляния перенеслись на площадь у Дворца культуры «Октябрь». У природы нет плохой погоды. Несмотря на дождь, очень много людей пришли повеселиться на праздничный концерт, посвященный Дню города Подольска. Нам не страшен дождь осенний, у нас праздник, и мы же на стране. Праздник вообще замечательный, просто супер просто. Самого лучшего такого праздника никогда у нас тут не было. Со сцены звучали всем известные и любимые песни. Поздравить наш город с 230-летием приехали популярные эстрадные артисты. Не вдвоем, не между прочим, не вдвоем, слова без точек, не вдвоем, а два по одному. Вот и чужая, и чужой, ты не зовешь меня, и я не стану, я не стану. Спас собой меня сейчас, спас собой меня как последний раз. Ты глупо, и я, я буду... Юлия Тюменцева, Александра Рябова, Екатерина Панасенко, Максим Бычков, Антон Дегтярев, телекомпания «Кварц». Самым долгожданным, завершающим этапом Дня города стал потрясающий салют. Над площадью Ленина развернулась незабываемой красоты представления. Праздничные залпы один за другим раскрашивали ночное небо яркими огнями, поражая подальчан масштабностью пиротехнического шоу.